Привет дорогие друзья! Мир изменился, многие вещи, которые вчера казались неприемлемыми, сегодня вроде нормально. И сейчас по Соединенным Штатам Америки гастролирует ряд азовцев, которых освободила Российская Федерация. Среди них некто Орест Казацкий, вот сообщается о том, что он выступает перед детьми, приводит детей, называют его там исключительно фотографом. Полка Азов, который сделал известные фотографии, когда была защита Мариуполя и так далее. Но по всей видимости детям не рассказывают, что кроме этого он еще и поклонник Адольфа Гитлера. Весь исписывался цифрами 1488, думаю пояснять не надо. И любитель гитлеровской свастики и всего остального. Я думаю, что Орест возражает, когда в зале присутствуют дети афроамериканцы, к примеру, или возможно какие-то индусы. Ему вполне возможно он просит, чтобы приводили только расово правильных детей на его выступление. Смотрите, друзья, видео, которое я сейчас вам покажу. Это видео, которое нам удалось достать. Это допросы. Допросы военнослужащих. Я не думаю, что это видео может что-то изменить. Потому что в прошлый раз, когда я публиковал аналогичное видео, и когда военнослужащий, который убил гражданского, рассказал, кто ему дал указание, в частности назвал фамилию полковника, который дал указание, Российская Федерация посчитала необходимым этого полковника моментально обменять. Хотя до этого сами же российские СМИ много писали про этого убийцу, которому просто нравилось отдавать такие распоряжения. И об этом свидетельствовал не один военнослужащий. Много военнослужащих. Также я должен сделать скидку. Обязательно попросить вас, чтобы вы поняли, что это допрос. То есть человек находится в заключении. Человек в заключении может говорить разные вещи. Он может находиться под давлением, к примеру. Я также должен об этом сказать. Но самое главное, запомните. Я, лично я, эту тему не оставлю. Я буду находить всех людей, которых упоминает этот военнослужащий. Я буду пытаться любым способом добыть видео следственных действий с этими людьми. Спасибо за внимание. Преступления, совершенные против мирных граждан, остаются преступлениями всегда. И у таких преступлений нет срока давности. Я Хроленко Алексей Валерьевич, 4-й, 9-й, 2000-й. Военнослужащий 1-й отдельного батальона 2-й роты московской пехоты, 2-го сбуда московской пехоты. Неизвестный случай по изнасилованию женщины на заводе Ельича. Изнасилованным старшим лейтенантом Батинским. На батальоне говорили, что она и шла, получается, с ребенком и с мужем. И этот старшим лейтенант, он напился. И у него, как он был офицер, у него был пистолет Макарова. Он подошел к этой семье. Сначала выстрелил у мужа, убил его. После чего он изнасиловал эту женщину. Да, он, получается, лазил пьяный, сказали. И подошел на улице к первым попавшимся. Да, и ребенок был с ней. Семья шла. Да, убил мужа и изнасиловала женщину. Нет, он сказал, что она сбежала вместе с ребенком. А он пришел назад на батальон. И его после чего комендир батальона запер у подвала. Не, мы об этом не рассказывали. Когда мы выехали в магазин, это было 4 апреля. Где-то 10-11 было дня. Мы выехали в магазин на белой машине Рено. В городе Мариуполь, где-то в приблизительном центре города. Я, Хроленко Алексей Валерьевич, матрос, колесник Артур и старший матрос, Грицев Сергей, выдвинулись в магазин за продуктами. Получается, Грицев Сергей разговаривал с своим командиром отделения, младшим сержантом Либорчуком Антоном, чтобы выехать в город за продуктами. Младший сержант Либорчук согласовал и с моим командиром отделения, Савченко Русланом Юрьевичем, чтобы мы выехали за продуктами. Он отправил нас туда. Я выехал. Когда мы ехали, старший матрос, Грицев, уже знал, куда ехать, поскольку он говорил, что уже там был с колесником Артура. Мы приехали домой к магазину. Возле магазина стояла красная машина, Мазда, и было три военных, выходила из магазина. Еще также возле магазина стояло двое охранников, один владелец и одна женщина стояла. Мы встали с машины, подошли сначала к военным. Они сказали, что они с Азова. Мы с ним поздоровались. Они загружали дальше продукты. Мы подошли к охраннику, к владельцу и к женщине. Я подхожу к владельцу и говорю, что можно какие-нибудь продукты у вас взять. Он говорит, что у меня еще есть мясо, но я не знаю, оно хорошее или нет. После чего они отправились, два охранника и владелец, они отправились на склад. А женщина осталась. И Грицев предложил ее изнасиловать. После чего мы ее взяли, отнесли на второй этаж. Там была комната. Мы занесли ее в комнату и начали насиловать. Так точно она сопротивлялась. Мы ее изнасиловали. И Грицев сказал, что давайте ее убьем, чтобы она не сказала, что ее изнасиловали. Получается, первый стрелял в колесник. Он выстрелил с автомата несколько патронов. Я выстрелил с ПМа, два патрона. И Грицев выстрелил сначала три патрона с ПМа. Я выстрелил в грудь. Я грицев выстрелил с ПМа, пистолета Макарова, три патрона. И с автомата уже, около магазина. Она была в джинсах, светлых, из таких синих. У светлой курточки, коричневой. И черня, брюнетка была. Где-то от 20 до 30 лет. Рост, ну, средний где-то так. Где-то метр семьдесят метров. Там не было занавеска, там просто было двери. Это был центр города. Адреса там тоже не было. Оно там уже было разбито все. Ездили туда уже. После чего в этой же комнате мы ее забросали коробками. Спустились на первый этаж. И начали, ну, загружали дальше. Загрузили этот фур. Вышли с магазина. Где-то метров сорок-пятьдесят. Может стояла красная машина еще Азова. Мы стояли. Стояли еще, ну, вышли охранники и владелец. Начался конфликт из, они попросили, два охранника попросили автоматы у Грицева. Грицев начался, ну, у них начался конфликт. И Грицев говорит, что надо их расстрелять. После чего Колесник и Грицев, они расстреляли их. Да, двух охранников. Владелец стоял в стороне, его никто не трогал. После чего три военнослужащих Азова кричат, что идут восемь гражданских лиц переодеты из пакета. Они говорят, что это русские переодеты. И я и Грицев долажим командиру роты, что идут восемь гражданских переодеты. Азов сказал, что это русские. Он сказал, что расстрелять их. И Азов начал стрелять первыми. И мы начали стрелять. После чего они все попадали. И мы подошли, это были гражданские лица. И Азов сказал, что скажем, что это русские расстреляли. После чего мы сели в машину и уехали к... Да. Сказали, чтобы там были. Никак нет. Гражданские девять человек и что. И получается, там, где наша вторая рота дислоцировалась, из моста, там, где была первая рота, стояла, были позиции. И из под моста вышло девять гражданских лиц и детек. Это зовут Ильич Аббал. Да. Вышли девять гражданских. Мы с Петренком ишли на наблюдательный пост Терекон. На наблюдательном пост Терекон были тоже два человека. Мы их ишли менять. Но я не знаю, кто. После чего мы прошли немного. Увидели их. Я доложу командиру роты. Он связывается с командиром первой роты. И нам говорит, чтобы мы расстреляли их. Да, там были и гражданские дети, и дети были. Да. После чего я отказываюсь из Петренком. Но мой командир отделения, Ставченко Руслан Юрьевич, сказал, что если я не буду выполнять этот приказ, он меня расстреляет. Мы открыли огонь. Открыл я огонь первая рота. И из поста Терекон тоже открыли огонь. После чего их всех убили и убили. И их сбросили в болото. Это возле моста там, да.